Привет всем! Вчера я получила не очень приятное известие, если уж на то сказать, то совсем неприятное известие, очень печальное известие. Умирваса Таучи Джакачо. Возможно, многие из вас слышат это имя впервые, но здесь, в Японии, они слышали все. Начнем с того, что это человек, который для многих в Японии является символом нынешней школы Тендай. Сатаучи Джакачо это монахиня, очень-очень популярная, очень известная, очень интересный, необычный учитель буддизма, я бы сказала так. Сатаучи Джакачо еще и писательница и человек очень сложной и интересной судьбы. Она феминистка, я думаю, ее вполне можно назвать феминисткой, борец с консервативными устоями патриархальными, человек, который в свое время ушел из семьи, потому что не видел возможности продолжать жить так, как она жила. Впоследствии, кстати, помирилась со своей дочерью. Ну, я думаю, с мужем не помирилась с бывшим. Человек, который шокировал общество неоднократно и своими романами, и своими поступками. Ну, можно сказать, что в последний раз она, наверное, всех очень сильно шокировала, когда приняла постриг. Человек, который очень много сделал для популяризации тендай. Да, потому что тендай у нас достаточно консервативная школа. И никто, конечно же, не ожидал, что в ней заведется такой необычный человек. Но, тем не менее, я думаю, что именно благодаря ей у нас появилось поколение новых молодых монахинь, которые придерживаются далеко не консервативных взглядов, а очень даже прогрессивных взглядов, и, тем не менее, видят себя именно в монашестве. Ну, и, наконец, это человек, который, я считаю, имеет очень-очень большие шансы стать новой бодхисаттвой. Я уже видела ее культ в Ивате. Она какое-то время прожила в Ивате, была настоятельницей храма. Там с ней продают сувениры, рассказывают о местах, которые она посетила. И мне кажется, что я когда-то еще шутила, что единственная причина, почему она еще там не почитается как бодхисаттва, это потому что она все еще жива. Ну что ж, посмотрим, что теперь будет. Кстати, дожила она до 99 лет. Немножко не хватило до сотни. Мне немножко печально, потому что я всегда хотела с ней познакомиться. Теперь, ну, разве что потом уже не здесь. Но, тем не менее, мне кажется, что это замечательно, что сейчас у нас есть такой образец для подражания. Человек сложный, необычный и буквально вот до последних дней развивавшийся, искавший что-то новое, менявший свои взгляды. Я считаю, что это самое главное. Нам нужно всем быть такими. Спасибо за это очень. Так, че. Пока-пока.